Девушки отдыхают Уже довольно длинной эпопеи про двух непримиримых братьев и их инфернальную маму Представляем вашему вниманию видеообзор Fear 3 на Playground.ru Столько враждовавшие братья, Пакстон Фэттл и неотягощенный именем товарищ Пойнтман вынуждены объединиться Нет, ну это понятно, Фэттл расстрелял бойцов и вообще полупризрак после пули в голову А Пойнтман вполне здраво полагает, что не хватит силушки в одиночку побороть армию Армахемы А ее всю согнали в истерзанный взрывами подземных баз городок Ну помирились ребята и сразу в ружье Бегом к маме Альме Пока на природах свежего братика не поломало весь пространственно-временной континуум Вдвоем, понимаете? Это я к тому, что если вы решили окунуться в эту мясорубку в одиночку, без живого напарника То вы потеряли минимум треть того драйва и удовольствие, которое можно получить от бешеной прогулки двух Двух, понимаете? Заклятых друзей Потому что в режиме соло Фир 3 будет просто очередным неплохим экшеном Ну вот, положим, картинка тут, ну, неплоха Ничего особенного в смысле Равно как эффекты, дизайн локаций и все, что там еще прилагается Да и ладно Пускай не сильно радует, но не режет глаз Все в меру красиво, округло, в рамках приличий для мультиплатформенных шутеров Арсенальчик, в общем-то, тоже не впечатляет Пара автоматов, пистолет, сдвоенные энгрэмы Обязательный, куда же без них Снайперская винтовка, дробовик, ракетница Еще пару раз светится некое электрическое ружье и гвоздемет Но патронов к ним обычно не достать Так что они скорее приглашенные ненадолго гости из предыдущих частей игры Нежели постоянные спутники воина Равно как добротный боевой мех и его вариация поменьше Экзоскелет Несколько раз нам дадут порулить этими махинами И тут же, к сожалению, отберут Хотя правильно, а то не игра, а виртуальный тир в режиме годмода получается Нет у врага достаточной мощи, чтобы остановить шагающие танки Кстати, о противнике Нельзя сказать, что он так уж сильно глуп Хотя обезумевшие от всяких массовых выбросов паранормальных волн гражданские Разумеется, ведут себя не умнее каких-нибудь зомби Груди укидаются на стволы и даже не грустят над оторванными конечностями Зато солдаты Армахемы по сравнению со второй частью Фир Значительно поднабрались уму разума и уже в состоянии причинить неприятности Они вполне себе бодро атакуют, отступают, обходят, меняют диспозицию Занимая более удобную точку для обстрела Даже не близко от гениев первого Фир, но тоже ничего Не при таком искусственном интеллекте вводить систему укрытий Что зачем-то сделали разработчики Честно, совершенно бесполезная и не очень корректно реализованная функция Будем считать, что ее просто нет А чего нельзя пропустить, так это с шикарных роликов Режиссура, ракурсы, чувство такта и темпа, все на высоте Даже не раздражает вечно молчаливый Пойнтмен За двоих заливается соловьем ехидный Фэтл Зато кооператив Если играть в Фир 3, то ради кооператива Тут дело принимает совсем другой оборот И дело не только в возможности поиграть за Фэтл С его умением вселяться почти в любого врага Самая соль в том, что за почти любое действие Вам начисляют очки А по финалу уровня приводится статистика Кто лучше тактик, кто агрессивнее себя вел Кто чаще и с толком пользовался спецспособностями Цифры как цифры Не холодно, не жарко Но по финалу тот из братьев, кто набрал очков больше И в разных видах боевого искусства Тот и получит свою концовку Плюс за очки постепенно поднимается уровень Ничего такого, просто чуть больше жизни Чуть больше времени на буллет тайм И игроки начинают не помогать друг другу А натурально соперничать И отсюда рождается истинный драйв Больше убивать, быстрее, еще быстрее Вперед, вперед, вперед Чтобы обогнать напарника Опередить, набрать больше очков С этой стороны игра выглядит совсем иначе Преображается В это хочется играть еще и еще Немного хуже в других режимах совместной игры Командная беготня от надвигающейся стены смерти Отражение бесконечных волн атакующих врагов Это достаточно банально, хотя и весело Несколько интереснее два других режима Король душ В котором вы в роли неких призраков Вселяетесь в бегающих повсюду солдат Собирая их души И не забывая отстреливать конкурентов И режим живая душа Где необходимо продержаться определенное время На достаточно открытой площадке А в случае смерти продолжать помогать своим ребятам Превратившись в духа и захватая тела набегающих врагов Это все отдаленно напоминает Left 4 Dead Что неплохо, конечно, но быстро надоедает Отчего хочется вернуться к синглу Конечно же вместе с напарником Fear 3 неплох Даже хорош Сюжет логично продолжает и развивает историю Начатую давным-давно Механика игры выполнена на приличном уровне Ролики великолепны Но не будь тут действительно отличного кооперативного режима Можно было бы пройти мимо проекта Удачи и до встречи на Playground.ru Субтитры создавал DimaTorzok